Пионерка спереди, сзади пионерка, Желина Джоли отдыхала. Все прекрасно, если бы только свитер не был, с дырком, воспаление легких, не дай бог, ангина и цистит вас ждет. Всем прекрасного доброго дня, сегодня мы с вами снова пойдем в Зару. Дело в том, что мы находимся, половина провинции Антария находится в полном карантине, половина еще в таком частичном, то есть вот у нас еще все открыто, потому что мы пригород, Торонто закрыто все полностью, ближайшие пригороды, пригороды Торонто тоже полностью закрыты. Поскольку живу я в маленьком городке и у нас тут магазинов не так много, то вот ходим мы по кругу, и Чинэм, Зара, и же с ними. Я подозреваю, что скоро этого не будет, потому что мы радостно впереди паровоза, движемся к полному закрытию всей провинции Антария. Ну хорошо, поехали, пойдемте и по ходу посмотрим, где что и почем. Ну что, девочки, мы в примерочной, пытаюсь найти такой ракурс, чтобы у меня было видно в зеркале, потому что зеркало все, они их моют, вы видите вот эти разводы, я кашу вас как-то. Я, честно говоря, забыла, я после одного из каких-то своих видео была близка к тому, чтобы привести с собой индекс и бумажку, и помыть зеркало перед тем, как я начну снимать. Ну вот вроде бы нашла, кажется. Я в Заре, я в магазине самоснимательного плата, потому что народу просто видимо-видимо то, что я вам говорила. У меня такое впечатление, что все Торонто рвануло к нам, в нашу деревню. Поскольку они все закрыты, они как бы, ну надо же где-то людям покупать и что-то. В общем, в кассу очень из магазина народу свалки, просто кошмар. И товаров, я кое-что принесла. Сегодня не будет крисмосного платья, вернее новогоднего аутфита. Сегодня не будет только трикотаж, хотя несколько свитеров я принесла, потому что, ну вот их сейчас много. Это сейчас тема, поскольку зима. И, естественно, вот, условия у нас сейчас примерно совершенно жуткие. Значит, здесь невозможно, нету никакого даже там пуфика, что такое, чтобы поставить сумку на него. Вот так вот я все понавешала, лишь бы как-то пристроить эти все вещи, потому что это ранее взвешивало. Ну, короче. И, кстати, знаете, что я вот видите, говорю, музыка не так ревнет. Так, я сегодня как снеговик, потому что у нас обещали снег. Я поехала в магазин и одела вот такие ботинки, потому что у нас после обеда обещают снег. И я боюсь, что я потом до машины, если одену что-то на каблуке, я просто не дойду. И вот такая она мне дубленка. Это искусственная, не настоящая. Сумка моя вечная. Мой вечный верный друг, старый верный друг из Зары, которому уже 150 тысяч миллионов лет. Но она просто у меня вот, знаете, такой размер, подходящий цвет. Вот даже она сейчас к этим ботинкам к моей подходит. Ну, в общем, не нашла я пока и замену. Хотя я не искала, собственно говоря. Я сто лет, она прекрасно выглядит. В общем, все. Сейчас сниму это самое, шубу, пальто. Покажу вам, что... Ну, собственно, внизу у меня просто платье там. Ничего себе. На мне сегодня платье Зинекло красное, шерстяное вязаное. Очень теплое, шерстяное. Просто я им очень довольна. Купила в прошлом году. Супер. В общем, их уже нету сейчас, к сожалению. Но оно шикарное. Просто прелестное. Так, и, ну, пояс одела, чтобы как-то так женственность подчеркнуть. Много-много золота на мне сегодня. Много-много золота, много берегов. Праздники у нас. Так, хорошо, давайте будем мерить. Сейчас я вам покажу. Ну, тут, как всегда, у меня свитера. Вот одно платье, еще одно платье. И опять много свитеров, девчонки. Старалась я что-то найти поинтереснее. Но, если честно, как-то все, не знаю. В основном свитера. Есть много интересных свитеров. А все остальное как-то не очень. И я хотела найти какую-то юбку, знаете, чтобы примерять. С этим свитерами юбки не нашла. Поэтому буду мерить платье. Почти юбки. Все, давайте примерять и смотреть, что у вас тут. Значит, во-первых, у нас такое есть платье. Знаете, как платье-парашют, только короткое. И оно, я знаю, что оно сейчас на сейле. Оно вот 35 долларов вообще стоит. И это размер large. Ну, оно не выглядит очень большим. Плюс ко всему, другого я взяла medium, но другого размера не было. Но я думаю, что и large нам будет хорошо. С ним я буду мерить всякое разное другое. Кстати, вот принесла еще одно платье. Ой, падает у меня все. Все-все падает. Пардонте. Принесла еще одно платье. Это платье-комбинация. Такое интересное, знаете, с таким пугольчиком здесь. Проблема в том, что это размер medium. Я думаю, что он будет мало вату. Стоит оно 50 долларов. Но мне кажется, что он тоже сейчас на сейле долларов за 30. Мне кажется, что я видела его на распродаже. Какой-то начавшийся. Но я боюсь, что оно мне будет узкое в этом самом... В моем самом широком месте под названием кардашнер. Ну, хорошо. Примерим, посмотрим. А, еще, значит, кроме свитеров я принесла вот такую вот вельветовую, как, типа, курточку, рубашку, куртку. Тоже размер large, потому что не было меньше. Но я думаю, что это и хорошо. Тоже посмотрим. И вот у меня тут несколько свитеров. Так, сейчас вот такой вот черный бабушкинский свитер с вышивкой красивой. Потом вот такой вот вязанный, еще один. И вот такой красивый-красивый синий-голубой. Вот эти вот все такие в одном тоне, а этот у меня выбивается. Ну, ничего. Померим, посмотрим. Вот такая куча малого свитера. Первое в платье парашютик такой. Размер large. Вы знаете что? Конечно, могло быть и меньше. Видимо, тоже было бы хорошо, потому что оно прямо вот... Очень такое солнце-клюш. И оно, ну, что тут сказать, короткое платье мини. Но я считаю, что вот такой фасон, если это не в октигон мини, а мини такое... Клюшное, распешено-широкое, то это вполне нормально. Особенно вот зимой с толстыми колготами. И вот с этими ботинками. Я вообще считаю, он уже как-то в тон подходит. Потому что ботинки такие немножко бордовые. А здесь такой есть розоватый цвет. Вот этот, видите? И вместе это неплохо. Я в своей цепи оставила. Немножко такая девочка-приемочка у него, конечно. Пионерка спереди, сзади пионерка. Да вы знаете, ну ничего. Вот с такими толстыми плотными колготами, по-моему, неплохо, девочки. Мне кажется, что да. Я бы еще, если бы был бы меньший размер, я бы с удовольствием. Потому что, мне кажется, он, конечно, слишком много ткани. Хотя, по-моему, тут уже без разницы. Тут уже такой парашют-парашют, что-либо. Без разницы уж какой размер, по-моему. Мне даже он нравится. Я даже подумаю над ним. Притащила я вот такой кардиганчик. По-моему, это медиум размер. И... Я в таком тумане вообще. Это зеркало? Это что? Они так моют. Смотрите. Видите? Все-все-все в таком виде. Туман, туман. Это они, типа, моют так. И что же так мыть? Что-то плюется на эти зеркала. Ну, может быть, и не знаю. Значит, вы знаете, что? Оно так подходит вот к этим голубому. Голубому. Вот это вот голубое. И он такой миленький. Прям такой, прямо... Ну, я понимаю, что к такому платью нужно что-то более брутальное. Но вот у меня брутальные ботинки. По-моему, вполне достаточно брутальности. А кофточка такая мимимишная. Тоже. Посмотрите, какие в ней пуговицы. Обидно. Жемчужинки. И на каждой жемчужинке еще стразики. Боже мой. Это можно... Можно просто умереть от этого мимимишничества. Но вы знаете, что у них проблема? Что их очень трудно застегивать и расстегивать. Потому что они с таким трудом... Вот такая большая пуговица с таким трудом влезает вот эту петлю. О, влезает. Ну, в общем, короче, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что такому детскому... Девочковому платью надо что-то, конечно, брутальное. А этот кардиган, он очень такой... Вот я пытаюсь видеть, я так расстегиваю и разговариваю. А этот кардиган, он такой более... Ну, тоже очень девочковый. Но... Не могу расстегнуть. Одной рукой не могу. Сейчас закончу снимать и расстегну. Ну, все равно мне нравится. А мне все равно нравится. Конечно, с этими ботинками. Если сюда одеть какие-то туши с батиком, то это будет вообще просто... Ну, ну. А вот так? Нравится мне, нравится. Цвет красивый. И такой, знаете, тоже вот эта вот ручная вязка. И пуговички такой класс. Класс. А да, вот кардиган, он размер medium. И стоит он 60 долларов сейчас. Еще один кардиган. Ну, тоже такой, знаете, он просто по цвету подходит. Здесь черный, и здесь такой голубой. И вот это вот на отделке. У него такой рукав сделан. Сейчас отпущу. На рукаве вышивка. Красиво. И, как мне казалось, очень подходит по цвету вот к этому платью. Ну, техник ли, да. Потому что вот черный, синий, и вот даже вот эти цветочки, они как-то перекликаются с этими. Но, что-то не то. Он маленький, коротенький. Сюда нужно что-то. Вот тот голубой был такой большой, объемный. И он как-то лучше сочетался вот здесь. Из-за того, что он такой узенький. Нет, нет, как-то, как-то что-то не то. На самом деле симпатичный. Видите, как-то хороший. Ну, конечно, это же размер смол. Что принесла смол? Почему она не взяла? Мидиум или тоже лардж? Не знаю. Стоит он 60 долларов. И, конечно, его надо было медиум или лардж. Тогда бы он с этим платьем. И вообще выглядел бы лучше. А так он трошечки куцовато так. Еще я решила примерить этим платьем вот эту вот рубашку вельветовую. Чтобы вот как раз добавить брутальности. Вы знаете, тоже неплохо. Ничего даже неплохо. Вот как раз тот брутал, который сюда необходим. Причем она даже как-то по цвету перекликается. Хотя, в принципе, на платье нету вот этого зеленого. Зеленого. Галочка, привет! Мы с тобой под прошлым видео, не под прошлым, под одним из моих прошлых видео дискутировали на тему о том галочке из Франции. Ментоловый. Опять забыла. В общем, короче, все цвета еды. Ментоловый. Барбарис. Сейчас я залезла специально под видео, посмотрела Галя на комментариях. Фисташковый и анисовый. Правильно. Но, по-моему, аниса и барбариса с одной и той же. Если я не путаю. Поэтому я сказала барбарисовый. По-моему, нет такого цвета. Но имела в виду анисовый. Но неважно. Это меня все на еду. На еду потянуло. Но вы знаете, в чем? Мне кажется, что вот этот желтый с синим они дают как будто бы они дают как будто бы такой один и тот же ну вот как бы сочетание очень подходит к этому цвету. Ну, в общем, нравится мне тут это внести. Так, эта рубашка разная в Ларче. Цены на нее нет. Цены я не нашла. Ну, она даже долларов 60 стоит, по-моему. Ну, что, я поменяла платье. Тут такой недетский разрез у него. Опа. Анджелина Джоли отдыхала. На мое удивление, оно мне не очень мало. Чуть-чуть. Потому что это медиум. В принципе, мне, по идее, должен был бы, нужен был бы Ларч. Мне нравится в нем вот это вот ну, то есть, оно не просто платье-комбинация. У него здесь такие пуговички. В общем, симпатично. Ну, маловато. Маловато, конечно. Ну, ничего. Для примерки сойдет. А для жизни, конечно, я бы взяла больший размер. Хотя, вероятно, что здесь он был мне велик. А может, и нет. Не знаю. Сейчас здесь вот втяну и сделаю красивую, красивую позу. Ой, не втягиваются, девочки. Не втягиваются живутцы. Во-первых, брутальная рубашечка. И неплохо, и неплохо. Опять же, вот женственное платье, брутальные ботинки, брутальная рубашка. Это сейчас очень современно. И, если честно, я очень долго эту моду не понимала и не признавала. И, в общем, как бы мне не следовало ей. Я до сих пор ее не очень понимаю, признаю, если честно. Но вот пытаюсь сделать комплекты такого плана, чтобы как бы саму себя мотивировать. Потому что мне, в принципе, это нравится. Но у меня не хватает что ли, куражу вот так вот ходить. тем более, что у нас как бы вот женщины моих лет это, в принципе, молодежная мода, да. А женщина моих лет должна одеваться в какую-то классику, что-то такое. Я люблю классику. Мне очень нравится классика. Но мне очень нравится вот такая мода тоже. И, ну, не знаю. Я себя как бы так подталкиваю к ней. Хотя, может, не надо. Я не знаю. Если честно, еще раз повторюсь, что если я начну ходить вот так вот одеваться, например, на работу, на меня будет смотреть как немножко косовато. Не то чтобы косо, а косовато. Потому что у нас, в принципе, никто никого не смотрит. Если это, если вы одеваетесь в пределах приличия, вот дресс-кода, у нас как бы дресс-код в том, что вы не можете прийти с таким вырезом, с таким разрезом. Так нельзя на работу. Я имею в виду не конкретно это платье, что я не буду ходить на работу. Я имею в виду вот такой стиль. Так вот, большой вырез, там гол живот и вот такие вот вот такие разрезы, голые очень ноги. Это, конечно, не приветствуется. Хотя тоже можно так одни раз прийти, никто особенно не будет цепляться. Но если ты так начнешь ходить все время, то поставят на вид кадровичка, вызовут и поставят на вид. Но все равно у нас как-то люди одеваются более, как бы, классические, более старомодные, что ли. Если, в общем, я так, я могу так ходить на работу. Но, наверное, да ничего не будет, собственно. Ни кто ничего не скажет, ни кто не посмотрит. Лишь бы, лишь бы птички не торчали и живут. Вот так. Ну, в общем, нравится мне такое, короче, долго говорю. Так, кардиганчик, который не очень сросся с тем платьем, тоже не очень срастается с этим. Хотя я ожидала, что он сядет. Но, видите, он, если был бы размер medium или large, он был бы подлиннее и выглядело бы это лучше, потому что его длина как раз кончается в таком месте, что из-под нее, то есть, вот, когда вот так, то есть, как бы, типа, там, талия, дела, что-то такое, а когда вот так вот я хопа, обрубаю вот здесь, и получается, что из-под него видно только самая широкая часть моего организма, моего тельца, поэтому это не самое, не самое лучшее, не самое красивое решение. Да, поэтому вот сейчас с новцем уже вот, а то уж больно я как жаба, сползла, а я такая встала. Все, не буду, не буду, буду красивой. Вот так, ну, в общем, не нравится мне это. Короче, вот это, вот это вот с чем-то надо с другим, ни с одним платьем, ни с другим не сошлось, ни срослось. А вот это да, да, и, конечно же, да, потому что длина правильная, видите, она как бы скрывает все неправильные части тел, ну, что-то же неправильное, у меня все части тела правильные, просто они не идеальны. Надо тебя хвалить, надо тебя хвалить, сам себя не похвалишь, никто тебя не похвалит, да, вы не знаете. Все прекрасно, если бы только свитер не был с дыркой, розни, зара, ну, это было бы вообще идеально. Вот, что мне нравится в платье комбинации, что, в принципе, в данном случае она выполняет роль юбки. То есть, это очень-очень многофункционально и, ну, в общем, многофункционально. Симпатичный свитер, кстати, девочки, обратите внимание. Ой, моя платье. Держу, держу, не хочу, чтобы она на пол ушла. Короче, свитер, обратите внимание, красивый свитер. продай ее по дешевке. Налетай, не ленись, покупай живопись. Это цветоразмер medium, стоит 60 долларов. Видите, он есть только S и M, два размера. еще один свитерок. Кстати, симпатичный сам по себе. Видите, какой он? Порошенький. Порошенькое сочетание цветов, красивый, красивый, красивая вязка, но, ну, тоже неплохо. Ну, в общем, считайте, что это юбка, если бы это была юбка, и не такая, ну, скажем, более, какими, джинсовая. Ну, вот здесь побольше, чтобы было больше клешин. Не так вот, как вот эта вот идет, а чтобы она создавала здесь на бедах такое, знаете, не облегание, а такое склешение. Так было бы лучше. А так, конечно, это даже история, что с черным кардиганом, потому что, видите, она короткая и немножко неправильная длина, хотя длина лучше, потому что в кардигане была длина вот до сих пор вот тут. То есть, вот самая-самая такая противная, неприятная. А здесь, как бы он немножко чуть-чуть нежиталей, и это уже чуть-чуть лучше выглядит, но он тоже, конечно, не идеально. Но сам по себе святерка симпатичная. Очень симпатичная. И такой, знаете, в меру такой широкий, не в углипон. Хороший. И он у нас 49,90, размер medium. Что-то дешевенький совсем, да? Дешевле намного, чем тот. Ну, не знаю почему. Короче, наверное, не так меньше ушло, поэтому дешевле. Так, и вот так гламурненько решила сочетнуть. Ну, знаете что, в реальной жизни же никто так не ходит, понимаете, да? Потому что, если вносить такую кофту, дело происходит зимой, и вы вот такая вот с одним плечом спущенным, и так вот выходите зимой на улицу, и оба. Воспаление легких, не дай бог, ангина и цистит вас ждет. Ну, красиво. Это же модно, вот так вот, знаете, значит, вот такое платье на шлейках, и такой спущенный кардиган. Ну, так можно дома сидеть, вот так дома сидеть можно так. Фотографироваться можно, сделать обувь киуточкой, так. Я шутчу, девочки, я прикалываюсь, вы понимаете, да? Ну, вообще красиво, конечно, вот, когда вот такое вот, вот такое платье с таким вот легко накинутым кардиганчиком. кстати, моя, моя бижутерия очень подходит к этому кардигану. Правда? В цвет, видите, голубий, голубий. Вот так. Бламурненько. Ну, там внизу все то же самое. Так, дамы, у меня, кстати, к вам вопрос, вы же подписались на мой канал или нет еще? Если нет, то обязательно подпишитесь, вы же знаете, правда? Без этого вы не будете видеть мое видео. А это очень жалко. И вам, и вам. Окей, буду прощаться. Вот такие у меня были сегодня примерки из Зары. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно и надеюсь, что это вам подняло немножко настроение и придало какому-то, знаете, легкости и веселости в ваш сегодняшний день. Люблю, целую. Увидимся совсем скоро. Пока-пока, бай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok